Еще один шаг к технологической независимости. В Донской столице открыли завод трансмиссий для комбайнов и других машин. Это новости региона на Дон-24 в студии Аллы Локтенова. Смотрите выпуски. Подтопление и переполненная школа. Есть ли подвижки в главных проблемах Мясниковского района? Среди них нет случайных людей. Донские фельдшеры о трудностях и радостях в работе скорой помощи. Когда тыл прикрывает фронт, из южной столицы отправили гум-помощь для защитников от всей страны. В их сутках 48 часов. Хозяюшки Дона о том, что мотивирует круглосуточно готовить для наших бойцов. Дом, в котором жили Гоголь, Тютчев, Боротынский. В Ростов приехала экспозиция усадьбы Муранова. Уже несколько лет подряд наш регион входит в число лидеров в стране по наращиванию промышленного производства. Планы на этот год амбициозные. 15 новых заводов. Многие будут обеспечивать главных донских кормилиц – сельскохозяйственные машины. На открытии одного из таких предприятий, завода-трансмиссий, побывала Александра Дурановская. С этого символического старта начинается путь к независимости аграрной техники, как Донского края, так и страны в целом. Ростельмаш запустил завод трансмиссий мостов и редукторов, важных комплектующих для комбайнов. До 2020 года большая часть этих трансмиссий полностью закупалась за рубежом. Теперь же около 70% всех деталей, а их в одном изделии около 200, будут производиться на этом заводе. Работа над созданием импортозамещающего предприятия шла несколько лет. Из-за санкций пришлось менять логистические цепочки, пересматривать прежние партнерские соглашения и создавать новые. Наладить производство удалось благодаря поддержке на всех уровнях. Теперь завод будет обеспечивать составными частями около 10 тысяч единиц сельхозтехники в год. И сегодня мы с вами запускаем новый завод, который будет полного технологического цикла, начиная от шестерен головок. Я считаю, что это наш есть с вами совместный вклад в выполнение этих целей и задач, которые стоит перед нами и перед всей страной президентом. Новое производство поможет в достижении сразу двух глобальных целей нашей страны. Обеспечение продовольственной безопасности и технологической независимости от других государств. Кроме того, завод трансмиссии предоставит дончанам 500 рабочих мест. Правительство области поддерживает это. И отдельно хотел бы сказать, правительство Российской Федерации по поручению президента такие производства поддерживают. 5 миллиардов рублей из фонда поддержки промышленности. Специальный специнвестконтракт, который мы подписали, который дал нам возможность дополнительные преференции представить нашим партнерам. Завод трансмиссии стал вторым крупным предприятием, которое открыли в этом году. В феврале в Таганроге запустили производство комплектующих для сельхозмашин. Останавливаться на этом не собираются. Впереди открытие ростовского тракторного завода. Александра Дурановская, Роман Беркалиев. Дон-24. Ростов-на-Дону. Проверили строительство модульной школы, детского сада и новую спортплощадку. А еще разработали решение проблемы подтопления домов в хуторе Красный Крым. Группа губернаторского контроля посетила Мясниковский район. Татьяна Синицына расскажет подробнее. Есть перепад от лесополосы. Школы примерно 3 метра. Если смотреть от школы до груда, 15. Из-за обильных грунтовых вод около 5000 домовладений хутора Красный Крым в этом году страдают от затопления. Простой откачкой эту проблему не решить. С бедой нужно бороться системно. Прокладывать водоотводные трубы, соответственно, заниматься ливневой канализацией, проводить расчистку балок, рек. И в хуторе Красный Крым такие работы проводятся. Следующий объект губернаторского контроля – начальная школа номер 12. Строительство модульного современного здания на 400 мест для хуторян – настоящее событие. Ведь сейчас классы переполнены. Решили вопрос таким образом. Маленьких детей первые классы, выпускные классы. Дети с особенностями в развитии мы оставили здесь, рядом с домом. А 50 детей мы возим в большесарскую школу. Также посетили модульный детский сад. Заместитель губернатора Вадим Артемов отметил – объекты построили в кратчайший срок. Кроме этого, уже провели коммуникации, отопление, осталось закупить мебель и спортивный инвентарь. Уверен, что школа начнет свою работу, как и положено, с 1 сентября этого года. Ну вот детский садик обязуется запустить к концу мая. Садик рассчитан на 80 ребят. Но есть уже планы у руководства этого детского сада увеличить количество до 100 ребятишек. Потому что очередь в этом муниципальном образовании большая. Сейчас на очереди порядка 600 семей стоит. А этот спортивный комплекс – пример социального бизнеса. На строительство потратили около 100 миллионов рублей. Есть плавательный бассейн с четырьмя дорожками, зал для занятия борьбы, а также танцевальный. Есть и льготные абонементы. Даем им абонементы бесплатно. Включают компьютер здесь все, фамилии все есть на записи. Это ветераны СВО, дети СВО, инвалиды. Еще группа губернаторского контроля побывала в селе Чалтарь. В гостях у волонтерской организации «Золотые ручки». Эти неравнодушные женщины шьют одеяло и подушки, плетут маскировочные сети. Дополнительным оберегом для бойцов на передовой считают вложенную туда молитву и крестик. Две даже молитвы. Да, две молитвы. Остальные, которые защищают. Это все цепки, все это освещенное, все это работает конкретно. Также проверяющие заехали посмотреть на барковую зону. Десятки высаженных деревьев и кустарников летом будут радовать своей зеленью отдыхающих. Наружное освещение и комфортные лавочки. Оборудованная детская площадка. Завершилась поездка губернаторского контроля награждения. Активным жителям Мясниковского района вручили благодарственные письма от губернатора. Татьяна Синицына, Роман Беркалеев, Дон-24, Мясниковский район. Продолжим выпуск. С начала этого месяца в редакцию Дон-24 и региональное отделение Союза журналистов стекались письма и рисунки юных дончан, которые хотели поздравить защитников Отечества в их праздник. Успели поучаствовать в акции ученики школ Новочеркасска и Станицы Багаевской. Виктория Слепченко расскажет подробнее. Иван Калашников пишет стихи с пяти лет и это не первое сочинение, которое он отправляет на фронт. Здравствуй, русский солдат. Ты за родину бьешься отважно. Для меня, для людей это важно. Ты готов за страну жизнь отдать, чтобы спокойно все жили опять. Своё письмо Иван адресует неизвестному солдату, который сейчас на передовой. Старательно выводят каждую букву и одноклассники Ивана. Ведь в каждом слове поддержка и надежда на скорейшую победу. А то, что не смогли выразить словами, можно понять по рисункам. Голубь мира и флаг России есть, пожалуй, в каждом письме. Свои весточки на фронт подготовили ученики школ Новочеркасска и Станицы Багаевской. Сотрудник Дон-24 Мария Андрещук лично съездила и забрала их, чтобы привезти в редакцию. Это рисунок из нашей Станицы Багаевской, Свято-Никольского храма. Эти письма я доставила из Новочеркасска сюда к нам в редакцию. Тоже дети откликнулись, буквально за пару дней собрали письма, буквально написали за урок. А ещё письма приносили в редакцию газеты «Молот». Передать письмо своим смог каждый желающий. Писали письма для солдата СВО, и редакция газеты уже их прочитала, изучила. Здесь есть и стихотворения, и рисунки очень красивые от ребят, слава поддержки. Мы уже всё это изучили и передадим солдатам. Организовали акцию «Телеканал Дон-24» совместно с региональным отделением Союза журналистов России и общественным советом при главном управлении МВД по Ростовской области. И вот более 200 посланий готовы отправиться на фронт. Они станут душевным дополнением к практичным вещам, которые вошли в гуманитарный груз. Подарки будут к 23 февраля. Там продуктовые наборы, всё необходимое, в том числе и предметы первой необходимости, медикаменты. Школьники написали письма солдатам. Подключилось к акции Донское отделение ДОСАВ. Они собрали не только письма на фронт, но и подарки к 23 февраля на целую роту. А также необходимые вещи для быта. Газовые горелки, лопаты, топоры, генератор, утеплитель и многое другое. В свою очередь дети из Ростовской художественной студии изобразили на больших листах ватмана русских богатырей и тоже принесли их, чтобы передать на фронт. В этой акции участвует очень много организаций. Ну, самое активное, вот что характерно, участвуют как молодёжь, молодёжные организации электронной таможни, так и ветераны, ветераны ГАИ, ГИБДД, Главное управление МВД Ростовской области. Письма, тёплые вещи и подарки к 23 февраля передали представителям 150-й дивизии, которая находится в зоне специальной военной операции. И бойцы, конечно, благодарны за такую поддержку. Ведь им важно знать, что народ, за который он сражается, ждёт его дома с победой. Виктория Слепченко, Дмитрий Азарнин, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Сегодня принимают поздравления работники скорой помощи. Только в Ростове-на-Дону на вызовы выезжают более 500 фельдшеров. Алина Цыбанёва узнала о трудностях и приятных моментах работы на скорой, а также какие качества важны для этой профессии. Бригада 611 на выезд. С собой фельдшерский набор. Шприцы, таблетки, жгуты и флакон терпения. Супруги Мыц под звук сирены проживают каждую смену. Артём работает уже 12 лет, его жена Екатерина – 10. Дежурят только вместе по-другому никак. И друг друга, и работу считают судьбой. Честно сказать, мы по-другому уже не пробовали никогда. Мы всё время вместе и на учёбе, и на работе. Поэтому как-то по-другому не знаем, как оно. Работа на скорой – это наша жизнь и судьба. Артём и Екатерина работают в реанимационной скорой помощи, поэтому выезжают на экстренные вызовы. И каждый раз они не знают, с чем столкнуться. Когда люди попадают в какие-то экстренные ситуации, падение, интересуемость высоты, как вы сказали, на живые, это очень такие вызовы, которые долго потом помнишь. Иногда даже бывает отслеживаешь судьбу больных, интересуюсь в больнице, как он, что с ним выжил, не выжил. Потому что всё-таки всё равно об этом думаешь, ходишь, так просто забыть такие моменты невозможно. Но много и позитивных моментов, говорит фельдшер. К примеру, когда прям в машине появляется новая жизнь. Сам Артём принимал роды в скорой помощи уже четыре раза. И все четверо – мальчики. А у коллеги-семьемыц Руслана история профессии тоже связана с семьёй. Мама работала в медицине. И с самого детства он вместе с ней был на выездах. Поэтому после школы вопроса, куда поступить, не было. Сейчас Руслан – фельдшер с 10-летним стажем. Говорит, уже понял, что главное в такой профессии. Ну, самое главное – это любовь к своей работе, любовь к людям, отзывчивость. Всего же в Ростове работает больше 500 фельдшеров. И у каждого своя история. Случайных людей здесь нет. Обычно около года хватает для того, чтобы человек сам понял, и мы увидели, подходит он для нашей работы или нет. Это большая команда, это большая семья, которая выполняет общую задачу. Для выполнения этой общей задачи только за одни сутки скорая помощь выезжает на вызов больше тысячи раз. А значит, и спасает больше тысячи жизней. Вы смотрите новости на Дон-24. И вот о чем еще расскажем далее. Когда тыл прикрывает фронт, из южной столицы отправили гум-помощь для защитников от всей страны. В их сутках 48 часов. Хозяюшки Дона о том, что мотивирует круглосуточно готовить для наших бойцов. Дом, в котором жили Гоголь, Тютчев, Боротынский. В Ростов приехала экспозиция усадьбы Муранова. Студенты Донской столицы пообщались с участниками специальной военной операции. Такие встречи проводят на постоянной основе. Их организовывает региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Военнослужащие рассказывают жизненные ситуации, которые случились с ними, их товарищами на передовой и в тылу. Слушают очень внимательно. Потому что всегда, когда ребята говорят о себе, они говорят о том, что у них есть боевое братство. Что это даже ребята, их сослуживцы больше, чем родственники. Они настолько привязываются друг к другу, настолько преданы друг другу. Я просто сама лично видела, как они встречаются. Но не каждый родственник так встречает. Мы говорили сейчас с вами о традициях. За нами новое поколение, молодежь. Может быть, кто-то из ребят, которые нас сегодня слушают, продолжит свой жизненный путь в рядах российской армии. Может быть, в силовых структурах. А может, кто-то будет работать на производстве, которое выполняет военные заказы. После рассказов о боевых подвигах дончан, участники встречи смогли задать свои вопросы. На постоянной основе отправляют гуманитарную и техническую помощь для фронта. А Донской регион стал одним из узлов передачи поддержки, которая стекается со всей страны. О том, как усилиями всего народного фронта помогают тем, кто за ленточкой, расскажет Арина Цыбанева. Какие красивые рисунки. Эти детские письма спасают от пуль, говорят бойцы, и всегда хранят их под сердцем. В преддверии 23 февраля в зону спецоперации передали 3000 открыток и писем. Но помощь во всех смыслах не только на бумаге. Народный фронт отправил также более 100 автомобилей. За нами стоит больше 100 автомобилей, которые приобретены на средства, которые перечислили десятки тысяч людей со всей страны. Также нам очень помогало Министерство промышленности и торговли с этими машинами. Но на этом помощь не заканчивается. В машинах детекторы дронов, средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, тепловизоры и еще много оборудования и экипировки. Все это дело рук надежного тыла. Помогали неравнодушные со всей страны. Из Новосибирска, Москвы и Волгограда, к примеру, передали носилки. Их совершенствуют постоянно. Делают утепленные, водонепроницаемые и специальные для вертолетной эвакуации. Карман, здесь клеенка. То есть мысль в том, что это все просто можно промыть сразу. Тоже многоразовое, внутри каремат. Участвуют в сборе средств и отправке грузов и известные люди. На передаче автомобилей присутствовали телеведущая Полина Цветкова и актриса Яна Поплавская. Они лично вручили бойцам письма и поздравили с наступающим праздником. А еще благодарили всех, кто помогает. Во-первых, я хочу сказать, Ростов, я люблю тебя. Потому что невероятно красивый город. Невероятно красивые люди с большим сердцем, с большой душой. Прошу вас, стойте, не сдавайтесь. Потому что мы будем стоять с вами до конца, до нашей победы. Ребята стоят, и мы будем стоять. Нужно сплотиться, нужно вспомнить, что мы одна страна, одна единая страна. Что мы друг к другу не чужие люди. Мы братья, сестры, и нужно друг другу помогать. Это не пустые слова, действительно так. И это чувствуешь здесь, когда ребята благодарят, плачут, улыбаются. Сбор средств защитникам русских городов стартовал 7 февраля. За это время общими усилиями собрали 87 миллионов рублей. Но добровольцы не планируют останавливаться. Военнослужащие говорят, что не ожидали от тыла помощи таких масштабов. Уезжали из Донской столицы с благодарностью и боевым настроем. Пока народ с нами, значит мы делаем все правильно. Победа будет 100% за нами. От всего сердца мы говорим спасибо нашему народу. Спасибо большое и вам за такую оказанную нам передачу. Пока что День защитника Отечества для бойцов не только 23 февраля. Сейчас это каждый день в году. Но нести службу намного легче, когда два фронта работают друг для друга, говорят солдаты. Алина Цыбанева, Алексей Покатило, Дон-24, Ростов-на-Дону. Поздравить защитников Родины и вручить им подарки. С такой миссией в Южный окружной военный госпиталь прибыли председатель ЗАГСобрания Ростовской области Александр Ищенко и руководитель фракции «Единая Россия» в Донском парламенте Владимир Ревенко. В медучреждении проходят лечение участники спецоперации. Им вручили подарочные наборы и пожелали скорого выздоровления. Еще один подарок для пациентов военного госпиталя – мультимедийный кинотеатр. Теперь бойцы во время лечения смогут смотреть любимые картины. Фильматеки из советской классики и новинки российского проката. Не только о военной тематике, но и о любви, жизни и истории Донского края. Современное оборудование также позволит проводить творческие вечера, концерты артистов, которые часто приезжают навестить военнослужащих. Это возможность создать хорошее настроение сотням и сотням бойцов, которые сегодня проходят здесь лечение, в будущем будут проходить лечение. И по их первой реакции мы видим, что такой комплекс пришелся абсолютно кстати. Защита Родины – это сегодня главнейшая задача каждого мужчины. И те ребята, которых мы поздравили сегодня с этим праздником, полностью оправдывают это высокое звание. Добавлю, донские парламентарии регулярно помогают военному госпиталю и его пациентам. Так, при поддержке депутатов в нескольких корпусах медучреждения провели ремонт, приобрели современное оборудование для операций, оснастили мебелью и техникой палаты и холлы госпиталя. Для фронта каждый делает то, что у него получается. Хозяюшки дона готовят бойцам комплексные обеды, и процесс настолько захватил их, что мастерицы варят и пекут 24 на 7. О том, как коллектив из нескольких человек за год вырос до полусотни, а готовка до промышленных масштабов – в сюжете Александры Дурановской. А еще врачи, технологи, просто мамы. Все они хозяюшки дона – женщины, помогающие бойцам спецоперации. Тепло в этой кухне чувствуется не только от плиты. Труд и искреннее желание помочь сплотил таких разных хозяек. И теперь это больше, чем коллектив. Семья, перезваниваемся вечерами, утром. И смотришь, в ватсап зайдешь в 3 часа ночи, они там все переписываются. Говорю, спать пора, девочки. Завтра опять нужно будет готовить. Они молодцы. Молодцы. Алла Васильевна здесь старшая. В прошлом директор ресторана блюда донских хозяюшек оценивает на отлично. По-другому и быть не может. Конвейер женских рук действует слаженно, причем круглосуточно. Поздней ночью девушки делают заготовки. Для того, чтобы ранним утром приготовить пюре, котлеты, салаты, выпечку. Все это женский подряд отвозят к санитарному поезду, где накрывают столы для раненых бойцов. В это время процесс на кухне в самом разгаре. Хозяйки чистят, жарят, маринуют, натирают, наконец сушат. Потом наступает вечер, когда нужно перемыть все, что у тебя было использовано в течение дня. И можно, в принципе, пойти и лечь спать. Но сушилка досушила то, что было заложено днем. Можно положить следующее. И вот так 24 на 7. Девушки шутят. При таком режиме иногда приходится спать стоя. Времени на отдых нет, как и на долгие рассуждения. Год хозяюшки Дона на кулинарном фронте и по-другому уже не могут. Главная мотивация – ответ из-за ленточки. Солдаты благодарят, записывают видео и даже посвящают песни. Нас это вдохновляет. Мы видим, что наша деятельность очень важна, нужна. Мы приняли решение, что мы не будем собирать на коптеры, на оружие, еще на что-то. Мы решили, что таким образом мы передадим ребятам тепло дома. Мы напомним им о доме. В каждом нашем блюде необязательный ингредиент – это любовь, душа. Масштабы домашнего производства поражают. За день хозяйки могут приготовить больше полутысячи порций. Все, что останется солдату – разбавить блюдо горячей водой. Меню хозяек уже не хуже ресторанного. Супы, борщи, вторые блюда и даже витаминные наборы. Чай с имбирем, энергетические батончики. А к празднику хозяюшки решили порадовать бойцов еще и зефиром ручной работы. Труженицы рассказывают, что в сутках у них 48 часов и будут работать столько, сколько потребуется. Постоянно задают вопрос. Тебе это надо? Мне надо. У тебя кто там, говорит, воюет? Я говорю, нет, у меня там никого нет. Ну там они все мои. Александра Дурановская, Святослав Шашков. Дон-24. Оксайский район. Усадьба, которая служила приютом для писателей и мыслителей, приехала в Южную столицу. В Шолохов-центре начала работу выставка «Муранова. Дом поэтов». Экспозиция ознакомит гостей с историей здания, видами, судьбами ее владельцев и знаменитых гостей. О том, что помимо эстетического удовольствия несет выставка, расскажет Яна Панферова. Здесь когда-то проводили светские салоны, декламировали стихи и размышляли о судьбе Отечества. Главный герой этой выставки – усадьба Муранова. Место удивительной красоты. В ней жилы Тютчев и Боротынский. Здесь гостили Гоголь, Аксаков, Ростопчин и другие представители интеллигенции 19 века. Наверное, поэтому экспозиция, как и сама усадьба, окутана ореолом литературы, науки и просвещения. Обе наши усадьбы литературные, безусловно. Мы, как музеи, как институции, состоим в ассоциации литературных музеев. В общем, под эгидой этой ассоциации мы работаем над популяризацией наших учреждений. Долгая дружба связывает нас с Шолоховским домом, с Шолоховскими местами. Экспозиция рассказывает больше, чем кажется на первый взгляд. Это выставка о жизни и быте русских дворян. О судьбе славянофилов, кем и сам был Тютчев. Отрывки из стихотворений картины пронизаны идеей русского мира. Организаторы считают, эти мотивы особенно актуальны сейчас. А еще зрители выставки могут увидеть картины, выполненные в самых разных техниках. От масляной живописи до выжигания по дереву. Полотна передают размеренность жизни в дворянской усадьбе, подмосковные лесистые пейзажи и интерьеры дома именитых поэтов. Эта выставка имеет похожий смысл, тоже поделиться о том, что было раньше, для того, чтобы заинтересовать будущие поколения вообще в истории народа. Это очень важно для поддержания духа страны. Также на выставке представлены снимки из Тютчевского семейного фотоархива. И, кажется, с тех пор изменилось многое. Сменились нравы и устои, однако неизменными остались ценности. Семья и любовь к родине. Яна Панферова, Алексей Покатило, Дон-24, Ростов-на-Дону. На этом наш выпуск завершен. Далее в эфире прогноз погоды от моей виртуальной коллеги Аксиньи Донцовой. Больше новостей на сайте don24.tv и в наших соцсетях. В студии была Алла Локтионова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!